Причина каждой аварии – либо человеческий фактор, либо, что чаще всего фиксируют эксперты, неудовлетворительное состояние уссурийских дорог. Ещё ни разу в ДТП не пострадали люди из-за технической неисправности автомобиля. Из 362 произошедших с начала этого года аварий, в 332 случаях виноваты были водители. Из-за их невнимательности и несоблюдения правил дорожного движения 35 человек погибли, ещё 432 оказались в больнице. Максимальное количество ДТП опять же совершают те, у кого стаж вождения свыше 10 лет. То есть это самая уверенная категория водителей, которые считают, что они всё знают, они всё могут. Это статистика уссурийска. Второе место делят сразу две категории водителей. У кого стаж вождения до года и те, которые находятся за рулём от 5 до 10 лет. Меньше всего аварий совершили автолюбители со стажем от 3 до 5 лет. Самые внимательные и вежливые участники дорожного движения – люди пенсионного возраста. 147 ДТП совершили водители от 26 до 40 лет. В 92 случаях виновниками аварий стала молодёжь – от 16 до 25 лет. Подведены результаты по количеству аварий в зависимости от дня недели и времени суток. Сотрудники госавтоинспекции чаще выезжают на места ДТП по пятницам. Самый спокойный день недели – понедельник. Нарушают правила дорожного движения чаще с 18 часов до 24. Самые тяжёлые последствия происходят из-за превышения скорости. Серьёзные травмы получают водители и пассажиры, которые попали в ДТП на объездной дороге. В этом году в автокатастрофах погибли три ребёнка. Во всех случаях – виновники взрослые. Если одно ДТП у нас по вине водителя в состоянии наркотического опьянения было совершено, то два ДТП – это было по вине близких людей, которые не использовали при перевозке детей специальные детские удерживающие устройства. В этом году в суд отправлено более полутора тысяч материалов. Треть водителей лишились прав. Но так как меньше аварий не становится, присутствующие на конференции предложили вынести этот вопрос на расширенное заседание. Анна Маринец, Александр Анисимов, Телемикс.